Приветствую вас. Отвечая на ваш первый вопрос, можно ли из снов получить информацию, которая недоступна социально, я скажу так. Да, можно, но не самому человеку. То есть человек сам по себе эту информацию получить не может, потому что в силу того, что сны являются продуктом работы бессознательного, и в силу того, что человек практически всегда, вот я хотел бы, чтобы вы это постарались максимально четко для себя понять, что человек всегда относится очень субъективно к тому, что он видит во сне, потому что человеку, например, может казаться, что сон, его значит одно, но в действительности сон может, значит, совсем другое, и вот этот момент, момент субъективности ни в коем случае нельзя списывать за счетов. То есть информацию получить из снов можно, но при этом только с помощью другого человека. Даже если вы используете толкователи снов, то все равно вы субъективно воспринимаете то, что, значит, в них заложен. Очень часто бывает так, и случается так, что сны не значат ничего вообще. То есть бывает такая ситуация, когда сны просто-напросто вот ничего не значат. Такое бывает, такое случается сплошь рядом, и вот основная сложность заключается в том, чтобы извлечь именно ту информацию, которая имеет значение для человека, а не ту информацию, которая просто его запутает. Поэтому в данном случае при анализе снов важна высокая степень интроспекции, то есть введение отсчета о самом себе для того, чтобы прислушиваясь к себе, понимать, когда сон или какая-то информация из сна действительно находит отклик, ну, например, у вас в душе, или, например, пробуждает какие-то воспоминания, какие-то ассоциации, какие-то эмоции и так далее, либо когда это вот просто абсолютно ничего не значит. Вот. Противно, в случае можно просто-напросто запутаться, ибо сны снятся все время, и если человек, например, спит некрепко, не погрузяется в глубокий сон, то ему сны видятся постоянно. И это далеко не всегда какое-то послание, это просто-напросто трансляция различных проявлений подсознательного в сферу сознания. Далее. Значит, что это за информация, пишите вы. Ну, здесь не совсем понятен ваш вопрос. То есть, вы спрашиваете, что это за информация с точки зрения процесса или с точки зрения смысла? С точки зрения процесса я вам, в принципе, на этот вопрос уже ответил. То есть, подсознание транслирует в область соннательного некие отдельные образы, которые окрашены эмоционально и связаны с определенными воспоминаниями. То есть, существует образ. Образ события, образ действия, образ чего-то поведения, образ какого-то человека, образы каких-то предметов, образ даже каких-то эмоций и так далее, и так далее, и так далее. Все это обязательно окрашено конкретной эмоцией, любой эмоцией. В принципе, ну, как правило, эмоции отражают, но не всегда, прямо отношение человека к этому образу. И оформлено это все в виде определенного эпизода из вашей жизни. Либо вымышленного, либо который уже был. Именно поэтому, за счет такого вот хитрого сплетения данной информации, бывает достаточно трудно расшифровать ее истинные значения, и поэтому лично мое мнение отличается в том, что при анализе снов нужно разговаривать с человеком, чтобы человек все-таки ориентировался на то, если у него отклик на тот вид интерпретации сна, который предлагает психолог, или нет. Потому что если отклика нет, то лучше на этот сон внимания не обращать. Какой к ней уровень достоверности у этой информации? Уровень достоверности, ну вот здесь, опять же, я не могу согласиться с моей коллегой, которая сказала, что уровень достоверности 100%. Как вы поняли уже из моего ответа, я считаю, что сны могут что-то значить, а могут не значить ничего. И опять же, если вы чувствуете отклик на ту интерпретацию, которую дает психолог, анализируя ваш сон, то это, наверное, 100%. Если вы ничего не чувствуете, значит, этот сон ничего не значит. Вот, по сути, и все. Другое дело, что уровень отсутерности, уровень интроспекции может быть недостаточным для того, чтобы понять. Но, тем не менее, я думаю, что при определенного рода тренировках всегда можно научиться отслеживать свои чувства, и тогда уже лучше понимать, значит, задевает ли это вас как-то, имеет для вас значение данный сон или нет. Что касается эзотериков, то здесь я могу сказать, что психологи, то есть в разделе психологии эзотериков довольно мало. Они, конечно, есть, но их мало. Поэтому для того, чтобы получить ответ от них, вам нужно обратиться в соответствующий раздел. Значит, вопрос другой. Почему вам это стало интересно? Вы хотите через сны лучше понять себя? Вы хотите через сны лучше понять то, что вам желает сказать, например, ваше подсознание? Если так, то делать это стоит только с помощью психолога, либо психоаналитика, но ни в коем случае самостоятельно делать этого не нужно. Психолог или психоаналитик должен вас узнать, должен поговорить с вами, поднакомиться с вами, получить о вас некое представление, получить представление о той среде, в которой вы сидите, получить ваш психологический портрет. И только после этого можно будет приступить к анализу ваших снов, чтобы понять, какое значение тот или иной сон может иметь именно для вас. Не для кого-то, а именно для вас. А поскольку сами себя узнать вы не можете, потому что вы это, если вы и сознание не способны осознавать саму себя, то вы избежали увязания в толковании снов и вы избежали потери себя, что может произойти, если вы увлечетесь интерпретацией снов, лучше это процесс доверия специалисту. То есть вы со специалистом будете обсуждать ваши сны. И специалист будет давать вам ту информацию, которая является для вас значимой, может быть, полезной и так далее. Самостоятельно делать этого не стоит. Кроме того, если вы хорошо свои сны видите, если вы хорошо свои сны помните, рекомендуется пройти лечение, то есть не лечение, а обследование медицинское на выявление различных либо заболеваний, либо расположенностей к заболеваниям, потому что если человек кратко запоминает сны, значит, спит он неспокойно, неспокойный сон может быть следствием психологических проблем, например, тревожности, мнительности, страхов и так далее. Также и медицинских проблем. Поэтому в данном случае я рекомендую вам обратить внимание еще и на это. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!